Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут своевременные обзоры, особенно на новые танки, которые появляются в нашей игре. И как всем вам известно, стартовал новый сезон, который принес нам три новых коллекционных танка. На Е10 младшего брата Е100 я уже снял обзор и ссылочку вы найдете обязательно в описании. Ну а что касается DTH STR, такая себе недобабаха на восьмом уровне, то ее мы обсудим в этом видео. Хотите не пропускать самые свежие видео, быть всегда в курсе всех новостей и всегда, всегда иметь доступ к анонсам того, что в игре будет происходить. Обязательно подписывайтесь на этот канал и жмите лайк данному видео, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления с канала. Давайте будем обсуждать, недобабаха не имеет абсолютно ничего общего с бабахой, кроме того, что у нее заднее расположение рубки, частично поворачивающаяся рубка, ну и в целом внешность. Хотя внешность тоже, я бы сказал, только отдаленно напоминает бабаху, потому что от бабахи здесь осталось не так уж и много. Поэтому я не рекомендую вам рассматривать данный танк именно как клон бабахи или уменьшенную версию. В первую очередь, исходя из того, что орудие вам этого не позволит. Дело в том, что здесь нет стандартной для бабахи пушки с цикличной зарядкой, которая выдает большой разовый урон и имеет огромное время по перезарядке между собой снарядов. Здесь, ребят, барабан. Барабан на три снаряда, которая выплевывается через каждые две с половиной секунды, и этот барабан перезаряжается 20 секунд. При этом имеет даже в базовом состоянии хорошее время сведения в 3 секунды и великолепный разброс в 0,330. Это еще базовые, ребят, показатели. Дальше лучше будет. 251 мм пробития на восьмом уровне достаточен для того, чтобы ПТшить. Ну и 280 единиц урона может быть кого-то не впечатлят, но вы умножьте эту цифру на А3, и вы поймете, что такое реализовать барабан на данной ПТхе. Стоит отметить, унылый угол склонения орудия вниз минус 6, но это и неудивительно, потому что бабаха тоже не блещет данным показателем, да и в целом ПТх с задним расположением рубки не может блистать великолепным углом склонения. В отношении подвижности 46 км в час вперед и целых 14 назад. Очень комфортно в потенциале, ну а что это по факту, сейчас обязательно посмотрим. Покатаемся сейчас на недобабахе в базовом состоянии и точно так же, как в обзоре на Е10, выведем ее в топовое состояние и посмотрим, существенно ли разница и будет ли на ней более комфортным играть. Ну что, друзья, погнали в бой. Итак, друзья, давайте будем начинать. Я попытаюсь поехать вместе с нашими средними танками для того, чтобы попытаться им там помочь или плюс к тому по тяжелым танкам соперников по ПТшить с какой-нибудь горочки. Давайте сразу будем обсуждать подвижность, мобильность, короче говоря, все вопросы, которые связаны с передвижением по карте. Едет нормально, едет приятно, я не ожидал от нее чего-то большего, как раз вот этого я и ожидал. В повороты на полной скорости входит вполне себе нормально. Тугая на разгон, это правда. В отношении поворачивающейся рубки, ну вот это вот максимум, все. Дальше орудие повернуть левее или правее не получится. В отношении времени сведения, ну сейчас надо найти, правда, жертву, в которую сводиться, не от балды же это делать в конце концов. Хотя я такое периодически практикую. Давайте будем смотреть, что мы можем. Сводится, слушайте, сводится приятно. Скорострельность, не знаю, как мне кажется, вполне себе на достаточном уровне. Время полета снаряда тоже очень классное. Ну и в отношении точности нареканий нет. Я сейчас смог реализовать абсолютно спокойно свой барабан. Ну и в целом этому доволен. Время перезарядки барабана в целом. Пока перезаряжаюсь, но по ощущениям вполне себе нормально. В отношении разброса. Слушайте, разброс не такой уж и большой. Так, все. Приговорили меня, да? Приговорили. Брони, ребят, нет. Все, забудьте про слово броня на этой ПТХе. Ухожу вниз по максимуму. Понимаю, что, скорее всего, жить мне осталось недолго. Меня некому прикрывать. Я, конечно, сейчас кину еще в кого-то хотя бы какую-то одну тычку. Ничего себе, Эмиль меня не пробил. Причем, если я правильно понял, то он сделал это мне по рубке. И меня это удивляет. Хотя, с другой стороны, если рассматривать данную ПТХу именно как младшего брата, а точнее младшую сестру нашей великолепной бабахи, то та же у нас совсем заколдованная. И ее пробить практически нереально. Даже когда она полностью серая стоит в вашем прицеле, вы все равно умудряетесь попасть в какую-то непонятную красную точку, которая непонятно откуда взялась. Ну все. Это то, что я говорил, что одну тычку я еще сделать успею. В целом, ребят, я так понимаю, что данная ПТшка абсолютно не для прорыва. Это именно ПТха поддержки по засветам союзников. И если бы не каверзная ситуация в бою, когда со своими союзниками в виде двух СТ мы нарвались на половину, даже большую часть команды соперников, то в целом, находясь на той позиции, на эту сторону карты я бы вполне спокойно, как я понимаю, отстреливал по засветам, наносил бы урон и делал бы это довольно-таки успешно. Потому что в целом мне не показалось орудие каким-то неточным, тугим на сведение или с огромным разбросом, не позволяющим нормально выцеливать какие-то слабые зоны у соперников. Сейчас выведем ПТшечку в, так сказать, премиум ее состояние. Доведем ее до ума и попытаемся заценить еще раз. Ну что ж, ребят, бой закончился, слава богу, победой. Тысяча единиц урона маловато. Да, маловато, но бой так сложился, что я просто не успел набить большего урона. Я больше чем уверен, что находясь где-то в удобной позиции и используя данную тачку именно как ПТшку поддержки, тут я не думаю, что будут какие-то вопросы. Пока я хвалю наших союзников за то, что принесли победу и поставлю обязательно лайки поддержки нашим соперникам, которые достойно сражались, я вспомнил, вспомнил, досматривая бой, кого конкретно мне данная ПТшка напоминает. Она напоминает мне с ТРВТ на седьмом уровне. Вот если вы играли на этой машине, вы поймете, о чем я говорю. Тоже барабан, тоже неживучий картон и в целом фановая скорострельная ПТшка. Вот такое вот сравнение, по крайней мере, на данный момент у меня данной недобабахи с тем, с кем можно было бы ее сравнить. Ну что, выводим ПТшку в топовое состояние, ну и, соответственно, поехали попробуем затестить ее еще раз. Понятное дело, что посмотрим сейчас на технические характеристики, насколько сильно они изменились и попытаемся понять, действительно ли это ощутимо. На данный момент какого-то негативного впечатления по ПТхе у меня однозначно нет. Не могу сказать, что прям суперфаново весело, но мне кажется, что ее просто необходимо понять и понять, в чем конкретно, в первую очередь, ее недостатки. По орудию, что мы имеем? Время сведения стало еще лучше, 2,8 для восьмого уровня, это действительно очень крутой показатель. 0,300, да, то есть 0,3 разброс, тоже очень приятно. Я больше чем уверен, что отыгрываться на дальних расстояниях будет очень комфортно. У нас вырос наш разовый урон, 310 составляет, раньше он у нас был 280. И я считаю, что это будет очень ощутимым. За 3 снаряда это получается 930 единиц урона с барабана. По-моему, очень неплохо. И стоит отметить, что у нас еще и время перезарядки снарядов между собой в магазине приблизилось к 2 секундам вместо 2,5. 2,2, я считаю, что это действительно очень приятно. А плюс к тому, время перезарядки магазина в целом 17,5 против 20, которые были. Я больше чем уверен, что вот эти вот все изменения действительно будут крайне ощутимы в бою. 264 мм по пробитию вопросов нет. Для восьмерки за глаза. Ну что, берем ПТХу и поехали смотреть на нее уже в новом, точнее в обновленном ее состоянии. Посмотрим, на что она реально способна. Итак, ребят, поехали. Поехали, будем пытаться ПТшить. Едем вместе с нашими союзниками. Правда, у нас кто в лес, кто под рова, кто тяжелый танк, кто решил, что он поедет со средними. Ну и понятное дело, что если сейчас все тяжи приедут сюда, то навряд ли мы сможем выдержать натиск. И скорее всего нас здесь разберут. Ну ладно, сейчас посмотрим, что с этого получится. Мое дело какое? Не победить. Мое дело затестить, заценить и понять, насколько данная машина интересна. И насколько мне, по крайней мере, хотелось бы себе ее заиметь. Ну и, соответственно, показать вам ее реальные возможности, ничего не приукрашая. В первом попавшемся в бою, в котором все сложилось так, как оно сложилось. Отходи, отходи назад. Ладно. Одного нашего уже слили, тяжелые танки на той стороне. Что-то пошло не так. Кто-то кого-то перехитрил, кто-то кого-то переиграл. Ладно. Двигаем вперед. Не осмелюсь прям совсем туда подъезжать. Хочется все-таки подольше пожить. Плюс к тому, у соперников есть две ПТ-хи, которые неизвестно где скрываются. И нарваться сразу на них тоже не хотелось бы. Тем более, подставляя свои борта и корму. Неужели никого здесь нет, блин? Как это работает? Вся команда на той стороне. Класс. Круто приехал. Нет, ну кто-то меня только что подсветил. Вот кто меня подсветил. Слушайте, время сведения просто имба. Реально имбовое. Время перезарядки тоже классное. И в отношении разброса все просто великолепно. Так. Давай, не подкачай еще время перезарядки магазина. И будет прям совсем великолепно. Мне некому подсветить. Соответственно, светить буду сам себе. Но, и где? Где желающие меня сожрать? Неужели ПТХ ушла? Ладно, сейчас попытаемся наглануть. Я, правда, не знаю, чем для меня это закончится. Возможно, ничем хорошим. Эх, не хватает мне росту. Росту не хватило для того, чтобы можно было нормально выцелить. Так, тебя я точно отправлю отдыхать. Это я сам понимаю. А вот что с этими ребятами делать, пока неизвестно. Ладно, едем ближе. Два снаряда у меня еще есть. Причем я понимаю, что оба из них, если соперники будут стоять, у меня есть весь потенциал вполне спокойно по ним реализовать. Все там. Какая досада. Блин, за это время реально мог уже успеть перезарядиться много раз. Скорпиончик, иди сюда. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй. Все. На этом моя песенка спета однозначно. Я шотный как для Скорпиона, так и для этого товарища. Поэтому в целом здесь навряд ли что-то можно было зарешать. Ну, блин. Такое тоже бывает. Изначально поехал не туда, куда хотелось. Но, то, что орудие стало играться существенно приятней, это однозначно. Я это успел прочувствовать. Потому что, во-первых, когда я выехал на ПТ-ху, на Сушечку, я вполне спокойно успел закинуть на откатке Оной назад, закинуть ей урона, ну и плюс потом еще несколько раз реализовать свои снаряды. Что меня очень даже таки впечатлило. Действительно было приятно. Сейчас в любом случае зайдем еще в один бой, потому что данные не считаю показательным. Все-таки первое впечатление не может быть ограничено в данном случае одним боем. Уж тем более с учетом того, как этот бой сложился для меня. Ждем окончания боя. Лайкаем наших союзников, лайкаем наших соперников и отправляемся в следующую каточку. В отношении к садиподвижности я какой-то принципиальной разницы не прочувствовал. Не могу сказать, что у меня появилось ощущение, что я быстрее разворачиваюсь на месте или там, допустим, быстрее передвигаюсь по карте. Здесь для меня изменений вроде бы никаких не произошло. 2850 единиц нанесенного урона в отношении моей результативности по команде. Понимаю, что явно не Патрик Сияющая Звезда, но в любом случае в свою тройку лидеров я вошел. Спасибо большое нашим союзникам за то, что составили компанию. Я надеюсь, что ребята сделали все возможное для победы. Ну а цифры по урону, который они нанесли, плюс-минус это подтверждают. В отношении наших соперников молодцы красавчики, очень классно сыграли. Я считаю, что одержали вполне себе достойную победу. Спасибо им большое за компанию, за то, что были со мной в этой катке. Ну что, берем ПТ-ху и поехали еще раз в бой. Итак, вторая каточка в топовом состоянии. Поеду приблизительно в центр карты, для того, чтобы попытаться попытэшить по зоне точки С. Чему это приведет, сейчас посмотрим. Ну и я надеюсь, что у меня все-таки получится оценить орудие по достоинству, с учетом всего потенциала, который показан в технических характеристиках. Так, по времени сведения, классно, по разбросу, приятный, по точности. Пока не совсем понял, что это было, но я так понимаю, что это была такая себе типичная открутка от игры в подарок. Потому что первый снаряд как-то странно так пошел, прям совсем по краю. Не надо было мне сейчас на перезарядку, блин, уходить. Надо было сохранить себе все-таки этот снаряд, для того, чтобы хотя бы по Т-54 дать сейчас разлочить. Ну, слушайте, орудие действительно приятное. Время перезарядки классное, время сведения шикарное по точности. Если не считать вот того первого косового выстрела, который был, то в целом очень классно, очень приятно. И ощущение от игры на данной машине действительно поменялось. То есть, я не могу сказать, что в базовом состоянии меня ПТ-ха прям совсем как-то, не знаю, расстроила. Но могу сказать, что она больше гораздо меня радует в своем топовом состоянии. Я накидываю, прям как с куста. Если бы сейчас был еще кто-то, кто мог бы поддержать, ну, было бы совсем великолепно. А так, вся команда сосредоточена возле точки С, и понятное дело, что выдержать данного натиска было практически нереально. В отношении впечатления танка, он оставил исключительно позитивное впечатление. Точнее, она, ПТ-ха. Выходим из боя, даже не буду дожидаться окончания боя и смотреть на результаты, потому что понимаю, что не успел действительно реализовать потенциал данной ПТ-шки. Доснимать еще дополнительно какие-то бои не вижу никакого смысла, потому что рано или поздно все равно привыкну к ПТ-хе. Все равно пойму, как ее толково использовать. Или все равно пойму, в каком бою, куда мне ехать, в зависимости от того, как играют союзники. Потому что на DTH, по крайней мере у меня так создалось впечатление, все-таки стоит быть именно командным игроком и смотреть в первую очередь на то, что делает команда, а не пытаться что-то решить самостоятельно. Мне DTH понравилось. Действительно интересная, прикольная, классная ПТ-ха. И скажу вам откровенно, если были какие-то сезоны, в которых мне танки седьмого уровня, допустим, тот же самый, ну кто там у нас был, Василиск, да, или Басилиск, как его некоторые называют, понравился гораздо больше, нежели семерка, ну точнее, нежели восьмерка и девятка, то в данном случае, ребят, мне семерка не понравилась абсолютно, а восьмерка действительно произвела впечатление. Пошел снимать следующее видео про КВ-ГР, такой себе объевшийся стероидов КВ-2, которого засунули на девятый левел, и там уж действительно есть о чем поговорить. Я снимаю специально для вас и надеюсь на то, что вы лайкните данное видео и обязательно подпишитесь на канал, если вы за своевременные, а главное честные обзоры. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.